Это новости в форуме, с вами Александр Микульчик, добрый вечер. В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Карательные операции». Это уже третье издание из вышеназванной серии книг. Все они выпущены под редакцией генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа. На страницах представлены ранее неизвестные материалы о проведении Германии политики геноцида на территории БССР. Издание выпущено на русском и английском языках, чтобы как можно больше людей могли ознакомиться с политикой террора, царствующей на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной. Военно-медицинское управление Министерства обороны празднует 105-летний юбилей. Специалисты подразделения вносят значимый вклад в поддержание постоянной боевой готовности вооруженных сил. Проводится работа по развитию материально-технической базы армейских организаций здравоохранения. Внедряются передовые методы диагностики и лечения. Совершенствуется система лечебно-эвакуационных мероприятий. В этот день герою Белоруссии Владимиру Карвату могло исполниться 65 лет. 23 мая 1996 года Владимир Николаевич выполнял учебно-тренировочный полет на самолете Су-27. На высоте 900 метров в истребителе отказала система управления. Пилот не катапультировался до последнего, пытаясь увезти самолет от деревни Арабовщина Барановичского района. Подполковник Карват направил истребитель в поле. Ценой своей жизни спас несколько сотен местных жителей. Министерство культуры Белоруссии запустило конкурс на лучший логотип к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Для участия необходимо заполнить заявку и отправить конкурсную работу с краткой пояснительной запиской. Материалы представляются не позднее 6 декабря нынешнего года на электронную почту, указанную на экране. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Белоруссии, медиаплатформе «Андекс.Дзен» и в наших социальных сетях. До встречи!